Добрый вечер. Вчера я разместил материал здесь, такую маленькую заметочку, пост так, если это можно так назвать, о том, что важно осознавать, что ты говоришь, когда начинаешь какое-то действие. Хорошо ли ты осознаешь, к какой цели ты двигаешься, и что нужно сделать, включая свой речевой аппарат, для того, чтобы твоя цель была достигнута. То есть я говорил о том, что нужно призывать человека к действию, если хочешь, чтобы он сделал то, что тебе требуется. Купил у тебя продукт или включился вместе с тобой в бизнес. И это, в общем-то, как раз и свидетельствует о том, на каком профессиональном уровне ты находишься. Если ты это осознаешь, если ты это понимаешь, и ты стараешься выполнять эти требования, и у тебя что-то начинает происходить, тогда ты на профессиональном уровне. А если ты удивляешься, почему ты рассказываешь, что никто ничего не покупает, тогда пока ты еще ку-ку никто, так и говорят. Учиться надо, совершенствоваться. Это, естественно, профессия, потому что у нас такая. Но не всегда все зависит от навыков, которые мы профессионально получаем в этом бизнесе. Удачные продажи происходят у людей, которые кое-что знают. Кое-какой секретной информацией обладают. Люди, которые проникли в определенные таинственные сферы. Люди, которые умеют использовать какие-то сверхъестественные возможности. Включать какие-то возможности, которые выходят за рамки привычных представлений, за рамки этого материального мира. Иногда можно достигать результатов, как раз и включая такие рычаги. В том числе в бизнесе, в продажах, да и вообще в жизни. Зачем я сделал такое вступление? Я тут уже как-то рассказывал, но думаю, что уместно будет, если я сейчас, после вчерашнего сообщения, расскажу историю, которая произошла со мной. Она будет, мне кажется, интересной некоторым людям. Кто-то не знает. Дело было давно, в 2005 году. Шесть лет назад. У меня было такое тяжелое финансовое положение. Я не зарабатывал толком деньги. И ведя свой бизнес в сетевой компании, я все время нуждался, все время был в долгах, все время боролся с этими сложностями финансовыми. И для того, чтобы заткнуть очередной раз дыру, мне приходилось раз за разом продавать купленную накануне, за год, за полтора, какую-то машинку продавать, чтобы заткнуть долговые дыры. И вот я в очередной раз оказался без машины. И моя жена мне говорит, ты знаешь, я больше не могу видеть, как ты таскаешь эти коробки по маршруткам, по троллейбусам. Ты взрослый человек, и продукты в коробках перевозишь. Ну, действительно, конечно, это было, как вспомнишь, так подробнейшим. В компании, в которой я работал, были продукты питания, косметика, это большие объемы. На 4 тысячи долларов берешь на складе продукты, прешь его, значит, по маршруткам. Из Симферополя, допустим, в Севастополь. Берешь пять коробок, а то в руки можешь взять только четыре. Одну коробку оставляешь сзади, все время глазом идешь, косишь, как бы никто не стырил. Две коробки, четыре коробки донес, поставил, бежишь за пятой, ставишь ее, и таким образом добираешься до маршрутки. Потом залазишь в эту маршрутку, ездишь на на железнодорожный вокзал, там садишь на автобус с этими пятью коробками, потом приезжаешь в Севастополь, но там, если уже позволишь себе, такси можно взять. А в принципе тоже в маршрутку загрузился, и так до дома. Страшно вспомнить. И вот спроси бы жене, она говорит, я больше не могу это увидеть, давай купим машину. Я говорю, да денег-то нет. Я займу, глядя, денег, все равно у нас бизнес попрет, мы разбагатеем, поэтому давай. Ну, я хоть человек и ответственный, но так хотелось машину. И, короче говоря, она притаранила у меня эти пять тысяч долларов. Пять, почему-то пять тысяч. И говорит, надо купить хорошую машину. Дорогую за пять тысяч долларов. И отдала мне эти деньги, такая у меня жена. И я открыл тут же объявление в газете. Жгут руки деньги. Нужно скорее, машина, не потерпешь, вот так вот хочется, скорее машину. И позвонил по двум объявлениям. Приехал навстречу. Парень, Роман его зовут. Познакомили, здоровенный такой парень. Крупный такой, молодой, лет 35, наверное, парень. Бывший милиционер. Работает на рынке, продает радиозапчасти. И смотрю, он мне машину предлагает. Форд Тэмпо. Не знаю я про такого Тэмпа. Разные Форды знаю, но Тэмпо не знаю. Я говорю, да это же американец. Не, 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 это не американец. Я говорю, да как же не американец? У него даже знак под это, место под номерной знак, такое квадратное. Ты что мне расскажешь? Нет, ну что вы. А в то время, чтобы вы понимали, в Украине, да и не только в Украине, в России, в то время в бывшем Советском Союзе, американская машина, это большая головная боль, потому что запчасти. Запчасть. Старая машина, конечно, 98-го года она была, по-моему. В хорошем состоянии, все, но американец. Коробка автомат, рычаг такой страшный. Вот. И внутри хороший, беленький, такой светлый салон велюровый. Ну, в общем, в хорошем состоянии машинка, все, но американец. И вот этот роман, я уже опытный человек, взрослый, вижу, как он сильно хочет избавиться от этой машины. Видно, он уже устал продавать. Возможно, это была его последняя надежда, продать эту американскую машину, которую никто не хочет покупать. Я знал, я очень хорошо знал, что я, если ее куплю, у меня будут проблемы. Но деньги жгли руки, мне нужно было как можно скорее. И, короче говоря, он говорит, да хорошая машина, то все. Я говорю, ну ладно, завтра посоветуюсь. И завтра, на другой день, мы пришли с женой, посмотрели еще раз, ну, чтобы, я думаю, чтобы ответственность на себя сбросить. И поехали к нотариусу оформлять доверенность. Приезжаем, закрыто. Нотариус не работает. Приезжаем, по второму, закрыто. К третьему, закрыто. Субботний день. Дело к обеду. Я говорю, ну все, наверное, давай в понедельник уже. Потому что, ну, видишь, закрыто все. А сам думал, в понедельник я уже другую машину найду. Что его до американца покупать? Но он так взмолился, этот роман. Он так взмолился. Говорит, ну давай еще вот к этому нотариусу подъедем. Ну, если там уже нет, ну тогда все. Ну, пожалуйста. А мне уже неохота ее покупать. Просто неудобно. Ну, короче говоря, я поддался ему. И машину охота, и, в общем, поддался. Мы приехали, есть нотариус. Мы тут же оформили сделку. Я ему отдал эти пять тысяч долларов. Пять тысяч она стоила. Он мне, нотариус, дал доверенность. И вот тут надо было видеть эту счастливую рожу этого романа. Который удачно продал машину. Он избавился от головной боли. Американская машина. Я купил, стал ездить. Тут же сломалась лампочка у меня, перегорела. Да, она, наверное, и не работала, и не заметила. Перегорела лампочка, там, поворотник левый. И я побежал ее искать. Если все стоит там 2-3 доллара, моя лампочка стоит 29 долларов. И ждать ее надо из Америки. Е-мое! Думаю, вот это я попал. А если что-нибудь еще? Через месяц у меня разбили левое заднее стекло на левой дверце. И я ждал больше месяца. За 250 долларов бэушное стекло из Америки пароходом шло. 2005 год. И я понял, что я попал. Я попал капитально. Она ездила все, но деньги были для меня большой проблемой. И я этому Роману несколько раз звонил и говорил, что ж ты, гад, мне подсунул. Да нет, ну, Олег Григорьевич, хорошая машина. Ну, что вы так? Ну, не ругайтесь. Ну, бывает. Ну, вроде того, что на все воля Божья. Но если так получилось, значит, так надо было получиться. Ну, в общем, не переживайте. Успокаивал он меня. И тут подступали горячие времена. Появился новый бизнес, который начал стремительно развиваться. И вот так нужны были деньги. Нужны были деньги для приобретения этого самого бизнеса. Этих пакетов так называемых. Деньги вот так нужны. И я кинулся продавать эту машину. В хорошем состоянии машина. Я за ней ухаживал. Никто не берет. Даже никто не слушает. Я дал объявление в газету. Позвонил. А какая машина? Я говорю, Ford Tempo. Это что за Tempo? Американец, что ли? Я говорю, ну да. Да пошел ты. Даже никто не разговаривает. Четыре тысячи долларов поставил. Три тысячи долларов. Две тысячи долларов. Одна тысяча долларов. Поехал в специализированный фордовский центр. И говорю, ребята, за тысячу долларов возьмите на запчасти. Мне уже все равно вот так нужны деньги. Он говорит, сейчас, секунду, подожди. Раз, открывает компьютер, смотрит. Нет, какие запчасти? Таких машин в Украине две. Одна твоя и еще одного. Какие запчасти? Кому она нужна? Нет. Никто у тебя не купит. Катайся сам. Я говорю, да мне деньги вот так нужны. Ничего не знаю. Короче говоря, моя мечта продать ее за тысячу долларов просто была неосуществлема просто. Я понял, что все. С этой машиной я вечно буду барахтаться. И вот работает в объявлении в газете. Я, ну, короче, не могу ее продать. Хоть волком вой. Этого романа думаю, попадись ты мне в этот роман. Я тебе всю правду расскажу про тебя. И вот как-то прихожу домой. Жена мне говорит, кто-то звонил по объявлению в газете. Ай. Это как узнаешь, что американец. Я уже так сразу, кто звонит, я сразу говорю, так, американец. Форд Темпо, 98-го года, цвет такой-то. Будете слушать дальше, что он американец? Нет? Ну, до свидания. Лишь бы быстрее сделаться. Знаю, что никто не купит. И вот, за тысячу долларов она не продается. И я вдруг вспомнил. Ну, как-то вдруг подумалось мне. Подожди, так может быть к Богу обратиться? Может быть попросить Бога? Может быть Он поможет? Он же всемогущий. Но, с другой стороны, неудобно. Ну, кто купит и говорит, как Бог продаст американскую машину, которую никто не хочет даже смотреть? Неудобно как-то перед Богом просить за такие вещи. Но все-таки пересилил себя, помолился, сказал, Господи, пожалуйста, помоги мне продать. Я, конечно, извиняюсь за такую просьбу. Ну, может быть, как-то у тебя получится. Ну, даже не знаю просто. Ну, вот как-то так. Ну, что-то так вот робко, так вот неуверенно, так вот как-то. Приниженно, так неловко мне было перед Богом. Помолился. Я, как прошло какое-то время, прихожу, жена говорит, звонок был. Был звонок. Я говорю, да. Раз, опять звонок. Я беру трубку. Здравствуйте. Я по объявлению. А вот ваша машина какая? Я говорю, Ford Tempo. Американец. 1998 года. Понятно. А цвет какой? Я говорю, американец, американец. Ты слышишь меня? Американец. Он говорит, ну, я понял, понял. Ford Tempo, 1998 года. А цвет какой? Я говорю, ну, золотистый. Ага. А посмотреть бы ее. Я говорю, ну, а кто это? Он говорит, Олег Григорьевич, это не вы. Я слышал голос знакомый. Я говорю, Роман, а это не ты? Он говорит, я. Я говорю, и что ты хочешь? И что ты хочешь?